В преддверии 8 марта в Анапе началась бойкая торговля цветами. Вместе с этим открылся и сезон охоты на краснокнижные первоцветы. В администрации города предупреждают, в соответствии с законом об охране окружающей среды, запрещена любая деятельность, которая сокращает численность растений, занесенных в Красную книгу. Причем поплатиться рублем может не только продавец, но и покупатель. На многочисленных цветочных базарах курорта традиционные весенние цветы. Тюльпаны, нарциссы, мимозы, гиацинты, ландышей и подснежников не видно. Да и сами продавцы говорят, что даже не знают, как выглядят краснокнижные первоцветы. Я не видела даже такого, ни ландышей, ни подснежников. Несмотря на то, что клиенты очень регулярно их спрашивают, все равно не видела ни у кого, что привозили. Тюльпаны, мимозы, нарциссы и гиацинты. Тюльпаны берут чаще всего. Весна, все хотят красоты. Также популярностью пользуются и цветы в горшках, ведь такой подарок будет радовать намного дольше, к тому же их можно купить заранее. У нас принципиально было, чтобы купить живые цветы, не срезанные, а именно, которые живут, растут и цветут. От покупки краснокнижных цветов просят отказаться и экологи. Так можно помочь сохранить популяцию редких растений. О недобросовестным продавцам специалисты управления торговли напоминают, штраф за сорванные первоцветы намного выше, чем выгода от их продажи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова